Вторая часть второго сезона. Вышла первая серия. Этот онгоинг входит в топ-3 тех аниме, которые я буду смотреть в 2021 году. Что я могу сказать? Ну по эмоциям смотрится как-то ну просто нейтрально. Терпильно в общем. Но почему так? Это как раз из-за того, как мне кажется, что сериал по идее не должен был переноситься на полгода. Я конечно помню первую часть, но те чувства уже немного охладели. А тут история продолжается и по сути эмоции эта серия должна разогреть. В целом получилось. Мне понравилось, но из-за такой причины смотрелось терпильно. Если бы не было переноса, многие наверняка получили бы больше наслаждения. По серии Субару решил еще раз придумать свой план. Предлагает сделку пернатому, ну и видимо лишается кристаллов. Видимо не во всех смыслах. К несчастью посмотрел один ролик от говноблогера, который тупо пересказывал сюжет манги. Немного успел поймать спойлеров, короче. Видимо Субару будет дальше в серверах на жупе летать. Вот блин как так-то. А вообще как я отношусь к этому тайтлу? Ну вести край и резервы конечно обходят многие тайтлы из-за своей идеи. Это на временной простой и дающий разойтись далеко образ. Главный герой как всегда оказывается в фэнтези мире, но вместе с этим он наделен способностью перерождаться в какой-то определенный сейф. Ну короче он самый имбовый человек на свете. Как я заметил где-то полгода назад, когда закончил смотреть первую часть, кому-то не нравится первый, а кому-то второй сезон. Да ну нахуй, вот это умозаключение. Первый честно говоря более такой ламповый, балдежный. Смотреть не надрываясь. Можно вот во втором авторы решили уже разойтись и использовать главный образ по полной. И вот мне даже показалось второй сезон немножко будет интересней. Субару убивают по полной. Пиздатые ведьмы. Ну и этот тон отчаяния накрывает тебя конечно нормально так. Это как ты проходишь Dark Souls и уже и так и так попробовал извернуться. Наверное многие удаляют из-за того, что там нету рэм. О, а вайф это конечно отдельный базар. Здесь просто арсенал на все года. Можно сказать, Субару даже имеет боевой гарем, с помощью которого он может завоевать весь мир и телепортнувшись в свой создать кабачок с кошкой-девочками. Какие итоги? Резерро это конечно тайтл, который входит наверняка в топ-10 лучших аниме современных. Куя загнул, но среди этой десятки этот тайтл все же самый попсовый. Конечно, пиздатая идея есть, но при этом авторы понимают все правила рынка и не стремаются все самое лучшее добавлять.